Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по сложным трудным местам Священного Писания. Сегодня мы рассмотрим такой вопрос – можно ли праздновать день рождения? И мы будем отталкиваться от текста Евангелия от Матфея, 14,6 и книга Псалмов, 57, 50-й Псалом, 7-й стих. Итак, читаем сначала Евангелие от Матфея, 14-я глава, в контексте 6-й по 12-й стих. На дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвой обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала, дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя. «И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей, и послал отсечь Иоанну голову в темнице, и принесли голову его на блюде и дали девице, а она отнесла матери своей. Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его, и пошли возвестили Иисусу». На самом деле проблема заключается в том, что в Библии говорится только о двух людях, которые праздновали свой день рождения. Здесь надо, конечно, понять ситуацию. В те древние времена существовали только религиозные праздники. И когда человек начинал праздновать собственный день рождения, он как бы объявлял себя некой религиозно значимой единицей. Значит, день рождения Ирода кончается умершвлением Иоанна Крестителя, пророка Божия и предтечи Христа. И есть другое описание дня рождения. Это книга «Бытия», 40 глава, 20-22 стих. Здесь тоже все окончилось пролитием крови, убийством. «На третий день, день рождения фараонова, сделал он пир для всех слуг своих и вспомнил о главном виночерпии и главном хлебодаре среди слуг своих и возвратил главного виночерпия на прежнее место, и он подал чашу в руку фараона, а главного хлебодара повесил, как истолковал им Иосиф». Итак, здесь мы видим, что два случая с празднованием дня рождения и две смерти. Нигде не говорится, что такие праздники кем-то были установлены. Почему? В христианской традиции празднуется день ангела. Собственно, день рождения вылазит только в советское время, когда начинают бороться с днями ангела, и им противопоставляют день рождения. Но день рождения – это акт, который нуждается в очищении. В 50-й псалом, 7-й стих, мы находим такие слова. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Это не значит, что его родители были неприличные люди, нет. Но в беззаконии зачат, во грехе родился, потому что как в Адаме все умирают, так во христе они оживут. И блаженный Иероним в своем толковании на Матфея, 14-6, он пишет. «Мы не знаем, чтобы кто-либо другой праздновал день рождения своего, кроме Ирода и фараона. Так что одинаковые по своему нечестию одинаково совершают празднество». Кстати, у сатанистов самый главный праздник – это именно личный день рождения, потому что эгоцентризм там ставится превыше всего. В каком случае день рождения может стать праздником? Это Рождество Христово, потому что здесь нет ничего греховного. Мы читаем Евангелие от Луки, 1,35. «Ангел сказал ей в ответ, «Дух святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое налечется Сыном Божиим». Если обычные люди рождаются и зачинаются в беззаконии и во грехе, то безгрешный Сын Божий, когда он рождается, это акт святости, посему и рождаемое святое налечется Сыном Божиим». Также мы знаем про Иоанна Крестителя, что он был очищен Духом Святым еще до своего рождения. Это Евангелие от Луки, 1 глава, 13 по 15 стих. «Ангел сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святаго исполнится еще от чрева Матери Своей». Вот это исполнение Духа Святаго делает его день рождения на Крестителя святым праздником. И мы празднуем Рождество Христово, Рождество Иоанна Крестителя и Рождество Пресвятой Девы Марии. Если говорить о Деве Марии, то в книге «Песть Песней» 4.7 есть пророческие слова о ней. «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». А в Евангелии от Луки, 1 глава, 28 и отдельно 35 стих, мы находим такие слова. Сначала 28. «Ангел, войдя к ней, сказал, «Радуйся, благодатная Господь, с тобою благословенна ты между женами». То есть уже благословенна между женами. И только ниже, 35 стих, «Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемый Святой наречется Сыном Божиим». То есть когда ее архангел приветствует, она уже благодатная, так как она выше всех людей, и после Святой Троицы, первое наше упование, то вот таким чудесным совершенно образом она была предочищена, иначе мы не праздновали бы ее Рождество. Католики празднуют еще и непорочное зачатие Девы Марии, но мы православные этого не признаем, мы говорим, она была зачата, как всякий человек. Но она могла осветиться, очиститься еще до своего рождения, иначе бы ее Рождество нельзя было бы праздновать. Кстати, о пророке Иеремии известно, что он тоже был предочищен благодатью до рождения. Мы читаем книгу пророка Иеремии, 1 глава, 5 стих. «Прежде нежели я образовал тебя в очреве, я познал тебя. И прежде нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя. Пророком для народов поставил тебя». И мы знаем, как Иов многострадальный оплакивал и даже проклинал день своего рождения. Давайте посмотрим. «И начал Иов и сказал, погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано зачался человек». То есть он проклинает и день своего рождения, и день зачатия. «День тот, да будет тьмою, да не взыщет его Бог свыше, и да не высияет над ним свет, да омрачит его тьма и тень смертная, да обложит его туча, да страшатся его, как палящего зноя. Ночь та, да обладает ею мрак, да не сочтется она в днях года, да не войдет в число месяцев. О ночь та, да будет она безлюдна, да не войдет в нее веселье, да проклянут ее проклинающий день, способный разбудить Левиафана. Да померкнут звезды рассвета ее, пусть ждет она света, и он не приходит, и да не увидит она ресниц Деницы, за то, что не затворила дверей чрева матери моей и не сокрыла горести от очей моих. Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева? Зачем приняли меня колени? Зачем было мне сосать сосцы? «И теперь бы лежал я и почивал, спал бы, и мне было бы покойно». Это книга Иова. Иова, 3 глава, 2 по 13 стих. И все же можно праздновать День рождения или нет. Давайте вспомним, что когда ангелы Божии явились к Аврааму, он принял их в свой шатер, и под дубом аврийским он сделал трапезу и угощал их, и ангелы ели. О чем это? То, что ангелы ели, а ангелы не питаются земной пищей, Господь научает нас в той местности, где ты живешь, поступай по правилам этой местности. Ну, например, если, например, ваш ребенок учится в школе, и все знают День его рождения, если в этот день он не принесет конфеты, не поделится с другими детьми, к нему плохо отнесутся. Поэтому здесь логично будет какое-то угощение приготовить, и чтобы он поделился им со своими друзьями, или даже пригласил кого-то домой и сделать такую праздничную трапезу. Ничего страшного в этом не будет. Или ваши родственники привыкли к тому, что вы праздновали День рождения все время, но потом вы как бы разобрались с библейской, святоотеческой точки зрения, что это такая савдеповская практика отмечать День рождения. И в то же время вы понимаете, что нельзя обидеть этих людей. И вы для них делаете стол, угощаете их, принимаете, как обычно, принимаете от них поздравления и подарки, вы поступаете в той местности, где вы живете, по обычаям этой местности, как и ангелы Божии, придя к Аврааму, хотя они бесплодные существа, они вкушали пищу, которую он им предлагал. Но при этом мы, конечно, понимаем, что День нашего крещения, а крещение – это истинно второе рождение, как сказано, кто не родится от воды и духа, не войдет в Царствие Небесное, а плоть, которая была рождена в День нашего рождения, она наследует тление, уйдет в могилу. И если только спасенная душа наша, когда она вернется в наше тело, когда тело воскреснет, вот тогда будет полнота человеческого бытия, гармоническое сосуществование духа, души и тела в беспорочном состоянии. А так мы все знаем, что на 40-й день после рождения ребенка надо идти в храм, чтобы священник прочитал молитву от осквернения, причем раньше, если рождался мальчик, на 40-й день читали такую молитву, если девочка на 60-й день, это по закону Моисееву, никто этих молитв не отменял, эти правила в той или иной степени продолжают действовать. Но превыше всего любовь, об этом тоже будем помнить. Итак, друзья, подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о наших новых беседах. И берегите себя и ваших домашних. Субтитры подогнал «Симон»